Здравствуйте, рыбки! Это прогноз на последнюю декаду апреля с 20 по 30 апреля. Первая карта говорит о том, что происходило не так давно, и у вас здесь девятка жезлов. Видимо, последние дни, наверное, были достаточно напряженными у рыбок. Возможно, было много трудностей. Еще могло быть просто не столько трудностей, сколько, как вам сказать, нутная рутина. Но она иногда достает больше, чем какие-то даже сложные вещи, которые надо интересно преодолевать. Иногда вот такое одно и то же, одно и то же, одно и то же, оно изматывает. А для кого-то это могли быть действительно разные сложности, причем они были, возможно, совмещены со страхами. Потому что, может быть, были конкретно какие-то сложности, где шишек понабили. На что надо обратить внимание? У вас здесь башня перевернутая. Чего надо избегать шестерка кубков и к концу месяца восьмерка кубков. Я бы сказала так, что надо всегда помнить, что если что-то меняется, уходит, не складывается, мы что-то теряем, кого-то теряем или какие-то ситуации меняются. Мы всегда, и нам жалко их, потому что у нас там воспоминания, мы идеализируем эти ситуации, отношения. Надо помнить, что всегда на месте этого мы можем создать что-то новое, воплотить это в жизнь и вполне успешно. Если мы только не будем слишком долго смотреть в ту даль прошлого и вспоминать, ах, как прекрасно было, ах, какой человек. И не будем самоотверженно пытаться все это спасти, чтобы оно не рухнуло. Понимаете? Потому что тогда вообще никогда не освободится место для чего-то нового. Я хочу сказать еще, что если кто-то, например, из ваших знакомых, допустим, да, потому что рыба имеет свойство вот это вот бросаться на помощь, спасать, если вот вы занимались такими спасением кого-то упорно, и там все это рушится, и это уже вас и так измотало, а вы еще продолжаете самоотверженно спасать, страдать и держать это на себе, чьи-то проблемы, то к концу месяца по восьмерке кубков вас может это порядком измотать и физически, и эмоционально. Так что имейте в виду, что самоотверженность стоит здесь в позиции, чего следует остерегаться, ненужной самоотверженности, да. А также вот эта вот идеализация кого-то или чего-то, того, что как раз может уходить из жизни. Особенно если в отношениях, конечно, речь, если по девятке жертвы, если вы так натерпелись в отношениях, если были какие-то совершенно негодные отношения, которые вас вымотали просто, да, человек вас крайне обижал. И сейчас, например, человек уходит или ушел, или норовит уйти, да, у вас страх потери этого человека, и вы начинаете цепляться за него эмоционально, начиная вспоминать только хорошее, то все равно, во-первых, скорее всего, все равно будет расставание с этим человеком, все равно будет все непросто, вы устанете от этой ситуации. Еще что можно сказать по поводу, может быть, вот эта восьмерка кубков. То есть девятка жезлов мог быть просто напряженный период. Из-за того, что многие вещи идут не совсем так, как хотелось бы, то есть приходится дополнительно, ну так, знаете, как вот бывает, делаешь одно, возникают другие вещи, ты хватаешься за них, а тут еще и третье что-то нарисовалось, и вот это все ты начинаешь разгребать, и вот такой вот период напряженный может быть. Старайтесь не волноваться, старайтесь не, ну, даже по шестерке кубков не идеализировать, как, что вот у других все гладенько. Может быть, по восьмерке кубков многие из рыбок на майские скажут, да, ну его все, рва, ну-ка я отдыхать. А почему бы и нет? Так что восьмерка кубков, может быть, вы просто отправитесь на отдых. Куда-то к воде, куда-то в новое место. Отдохнуть, набраться сил, чтобы дальше более успешно справиться со всеми делами. Так что, дорогие рыбки, для тех, кто будет праздновать Пасху, я вас поздравляю с наступающей Пасхой. Желаю вам удачи, душевного покоя, радостей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok